всем привет друзья сегодня покажу разбор мелодии эрика роша эрика ротча перкулейтер или перкулятор честно говоря сам давно хотел научиться играть но в сети нормального разбора не было вот попробую вам чем-нибудь помочь покажу разбор первой части если все пойдет хорошо то в следующих выпусках продвинемся дальше и покажу следующие части этой мелодии значит прежде чем ее сыграть мы должны перестроить нашу гитару мы должны перестроить ее в тональность р то сейчас у меня настроена обычной тональность ими мажор вот и для того чтобы перестроить мы должны либо воспользоваться тюнером где-то у меня был до либо скачать приложение на телефоне либо попробовать самостоятельно это сделать ничего сложного здесь нет нам нужно нашу первую струну опустить то есть расстроить до такой степени чтобы она сливалась вместе с четвертой то есть настроить ноту ми в ноту ре значит мы играем четвертую и первую и потихонечку и скручиваем вот звуки сливаются со временем конечно чуть-чуть расстроиться но ничего будем корректировать дальше мы то же самое делаем со второй струной но она должна у нас сливаться с пятой струной то есть ноту ля вы тоже должны ее опустить и дальше последний шаг это нам нужно шестую струну нашу опустить тоже чтобы она сливалась 4 то есть тоже в ре да проверяем еще раз четвертая с первой пятая со второй шестая с четвертой то есть в итоге у нас был строй ми-си-соль-ре-ля-ми а стал ре-ля-соль-ре-ля-ре то есть английскими буквами в тюнер если получится вам вбить либо хроматический режим включить делайте так чтобы первая струна звучала когда мы ее опускаем как д как д буквочка вторая струна чтобы звучала как эй а третье остается без изменения четвертое без изменения пятое без изменения и шестая тоже мы опускаем пока не появится буквочка д тогда у нас должен получиться в итоге вот такой строй сам по себе уже красиво играем снизу вверх далее нам нужно делать удары левой рукой то есть на третий лад шестую и пятую струну да то есть мы сыграли потом научиться делать удар и слайдим с третьего лада на пятый и затем на пятом ладу после того как мы сделали слайд мы правую руку не применяем а левой рукой мы стягиваем вниз струны и сдергиваем то есть было я себе немножко помогаю иногда иногда не помогаю как попадет вот этим пальцем если вы начинающий то вам конечно чтобы удар был в итоге пока без стуков да да вот это щелчок это будет именно стук по ребру гитары то есть вот мы либо ногтиками либо ладошкой либо чем-нибудь еще значит как делать стуки стуки у нас да а левая рука в этот момент играет вот эти слайды то есть если медленно разобрать мы играем снизу вверх по всем струнам да два стука затем удар один стук слайд один стук сдергиваем два стука повторяем удар удар стук слайд стук сдернули удар стук слайд стук сдернули да еще раз в медленном темпе то есть я сильно прижимаю на третьем ладу чтобы сделать слайд на пятом и сдернуть то есть мы специально даже не сдергиваем если вы сильно прижмете и резко палец уберете у вас звук получится то есть потому что струны как бы к пальцам прилипают и вот такой вот ну речь если плавно будете опускать конечно звука не будет значит еще раз показывать так если не живая сыграть четыре раза потом добавляется еще один удар ну что то вот такое я точно не помню честно говоря ну научитесь так для начала я думаю если это у вас получится вы потом посмотрите потому что вариантов ну очень много кто как стучит так так то так но я смотрел именно эрик рош по моему так и делает то есть он еще потом добавляет один удар и один удар мы ударяем левой рукой уже здесь уже могут возникнуть сложности значит как мы это делаем показываю начало такое же то есть четыре раза мы играем с обычным стуком с обычным слайдом а потом добавляем еще один удар значит у нас идет три так не так слушать что-то подзабыл четыре подзабыл надо будет уточнить так ладно идем дальше значит так а я все понял ничего не подзабыл по моему там так и есть то есть в тот момент когда у нас звучат открытые струны мы проводим мы делаем два удара правой 1 2 и после второго удара нам нужно очень быстро вставить третий удар то есть будет раз два и потом еще правый 1 добавить то есть раз два и потом уже слайд дальше после того как мы на третий лад поставили один удар делаем слайдим один удар сдергиваем раз два какая-то фигня получается ну напишите если что-то не так играю ладно пойдем дальше потому что я вам потом ссылочку скину немножко что-то вылетел из головы да бывает ничего ну самое интересное то ведь не это правильно самое интересное это когда начинаются уже вот это вот мы все хотим сыграть правильно а вот это вот это уже оставьте для начинающих значит самое интересное это вот и вкусное это действительно то что идет после вступления небольшого ну вот оно плавно подводится поэтому вот это я тоже долго искал нигде не мог найти ну вроде как нашел разобрал что-то послушал как-то может быть что-то какую-то свою интерпретацию сделал но сейчас хочу предложить ее вам чтобы хоть какой-то вариант был потому что честно говоря очень-очень мало ни тап ни нот ну я не нашел если вы нашли вы большой молодец вы выучили наверное все правильно здесь скорее всего какие-то нюансы есть но я предлагаю свой вариант тут уже вам играть или не играть ладно ближе к делу значит что у нас происходит мы после того как мы все отстучали и затем либо так мы делаем либо просто на открытых вверх вниз вообще можно начать без стуков сразу же мы делаем выбрасываем все стуки начинаем сразу с самого вкусного значит удар вверх вниз вверх и делаем удар большим пальцем по шестой струне да слэп та 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 бам ой мимо да то есть струны должны быть ну если не новые то по крайней мере хорошие у меня так классическая гитара вообще это не на классической гитаре играется но ничего я потом себе другую приобрету и уже буду играть как нормальный крутой парень на ютубе с тейлором за косарь баксов нет наверное за полтора так ну в общем нам нужно сделать удар да чтобы был такой звук я ударяю не в район дырки да видите здесь хлюпенький удар вот здесь вот в районе подставки самые плотные натянутые струны и мы получится вверх вниз вверх после этого удара по струнам нам нужно сделать удар по корпусу вот этой нашей частью то есть бочку сделать то есть мимо слеп кик слеп кик слеп кик вместе вверх вниз вверх слеп кик По ритму Потом очень медленно я сыграю Чтобы вам было понятно А пока мы ритм не разбираем Просто порядок ударов Вверх, вниз, вверх, слэп Кик, флажелет Что такое флажелет? Загуглите На двенадцатом ладу Да По первой, второй, третьей, четвертой струне Можете по всем Ну по всем не так красиво Там именно по верхам льется Конечно иногда будут какие-то звуки проскакивать Но это не важно Значит соединяем теперь Вверх, вниз, вверх, слэп Удар Та-та-та Бас Удар, флажелет Дальше наша правая рука После того как сыграла флажелет Делает еще один удар Вот в районе малого круга Вверх, вниз, вверх То есть очень много для правой руки здесь ударов Вверх, вниз, вверх Бас И после того как мы ударили в малый круг Правая рука После удара отскакивает и летит На третий лад шестой струны И делает вот что Да Теппинговый удар Тапаем Бас Кик Флажелет Удар Вот это вот я честно говоря Какое-то время потратил Чтобы вот отсюда перелететь И попасть сюда Не всегда получается Даже сейчас Если играть в быстром темпе Дальше что мы делаем Подключаем нашу заскучавшую левую руку После того как мы сыграли Тап На шестой струне То есть флажелет был Удар Тап Подключаем нашу левую руку И бьем по обечайке гитары То есть получается Раз Сначала соединяем потихонечку Подсоединяйте каждый-каждый элемент То есть вы выучили Вверх Вниз Вверх Затем Вот мы подсоединили Значит сделали Тап Удар Мы правой рукой Этот тап не отпускаем Сдергиваем его Вверх Вниз Ну не знаю Кому как удобно Мне удобно вверх Соединяем После того как мы сдернули Ударили Сделали тап Ударили по обечайке Сдернули Левая рука Ударяет На третий лад На то место где стояла Правая рука То есть Тап Да? Уже красиво Мимо То есть пока звучит Над пластичностью Тоже поработайте Чтобы удары И Да, самое тоже красивое место Значит Здесь уже подключаются две руки Значит С того места Где я тапнул первый раз Тап Удар Дернул Левую руку Подключил Ударил И затем Левой рукой Я делаю Да? Легато Удар То есть Третьего лада у нас был Был такой удар Затем я Бью Третьим пальцем На пятый лад Шестой струны Тап Удар Сдернули Левая Удар Здесь ничего Не закрываю Здесь Тап Удар Сдернули Левая Удар И вот в тот момент Когда мы делаем Вот этот удар Нам нужно Вспомнить Про нашу правую руку И ударить На двенадцатом ладу По первой, второй, третьей Ну иногда попадает По четвертой Иногда и тоже прилетает В итоге Тап Удар Сдернули Левая То есть Одновременно Без этого удара было бы Не так красиво Так То есть вам отработать нужно Вот Ну как правило Кто эту мелодию разбирает Они уже не совсем начинающие И уже этими элементами Приемами Кое-как владеют Но Что-то где-то может не так получаться Поэтому отрабатывайте Все в ваших руках А мы идем дальше Теперь до этого места Сыграю от начала Медленно Медленно еще раз Даже снизу Начнем с самого начала Вверх Вверх Удар Бочка Флажолет Удар Тап Удар Сдернули Левая Вот Вот так учите Очень медленно Пока у вас весь порядок Элементов В голове не уложится И вы не сможете В очень медленном темпе Его хотя бы подряд сыграть Без ошибок После того Как мы дошли досюда Осталась ерунда Самое страшное Уже позади Дальше у нас Мнения В сети расходятся Есть такой замечательный Гитарист Бен Лапс Он немножко По своему Переделал Эту мелодию И играет Концовку Этого рифа Немножко иначе Но я вам предложу Оригинал Именно Эрика Ротча Если вам нужна Альтернативная Концовочка Она чуть-чуть проще Чуть-чуть Буквально Вот Но И там Чуть-чуть Изменяются звуки Вот так вот Он хитро сделал Но я вам предложу Именно вот Как играет Эрик Ротч Я очень много раз Его смотрел Или Эрик Рош Напишите Как правильно Очень много смотрел И играет он По моим ощущениям Именно так То есть Мы закончили с вами Вот на этом месте Дальше Большим пальцем Я цепляю Шестую струну А Немножко не так Да Значит Ну что мы делаем Затем Мы возвращаемся На третий лад И Делаем Слеп Пыль Разлеталась И делаем Слеп На Шестой струне Третьем ладу Потом сдергиваем И удар И этот удар Уже начало Следующей части Рифа После того Как мы сделали Тап Наш большой пальчик Готовим Три Пять Три Ноль Видите Левой рукой Много звуков играется То есть Правой рукой Мы играем Только Три Пять Три Ноль И опять Начало Некоторый вариант Делают Я делаю Такой слеп Мне он больше нравится То есть Я Поддергиваю струну То есть Не просто играю А сдергиваю Большим пальцем Есть еще Пожалуйста Можете не сдергивать Можете просто ударять Тогда будет Ну так Так прикольно Ах Промазал Значит Еще раз Очень медленно Показываю С самого начала То есть Этот удар Это уже Начало Следующего Я сыграю Несколько раз С флажолетами На 12 Ладу Дальше У нас будут Рифф Отличаться Только лишь Тем Что мы берем Флажолеты В разных местах Сначала Мы берем На 12 Ладу Да Вот С самого начала 12 Лад Я сыграю Несколько раз На 12 Ладу И потом Вы поймете Разницу А Има Да что ж Ты будешь 12 12 12 Теперь сыграем На 7 Ладу 7 7 7 5 5 5 5 5 Понимаете В чем суть То есть Мы играем Один и тот же Риф Только лишь Меняем Вот этот Приемчик Флажолет Мы его играем То на двенадцатом ладу, то на седьмом То есть логика там какая Двенадцатый, седьмой Пятый, седьмой Новый круг Двенадцатый, седьмой Пятый, седьмой Да? Вот что выходит Двенадцать Семь Пять Семь Да, и здесь я сам делаю Такую небольшую сбивочку То есть не вот этот Не вот так делаю, немножко проще Значит мы сыграли Пять, семь Просто возвращаюсь Три И заново Двенадцать сыграли Семь Пять Семь Музыка 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 вот такая вот информация надеюсь было полезно если что-то непонятно пишите спрашивайте я обязательно сделаю более подробный может быть какой-то прием может быть еще какие-то вопросы у вас есть но на этом все надеюсь было полезно потому что я в свое время конечно отдал бы очень многое чтобы найти подобный разбор все всем пока и не забываем да да да